Все началось с отключения света. Активисты Украинского транспортного союза наблюдали за работой пункта весового контроля возле села Дачное. Через несколько минут к пункту подъехали несколько автомобилей с людьми в масках и с оружием. Около 30 мужчин спортивной внешности открыли стрельбу по активистам. Битами стали разбивать машины. Неизвестные лица в масках выбежали с стороны села, сбитыми с оружием, с помповыми дрововиками. Все были в масках, буквально свет погас на КП. Буквально все минутное дело это было. Две-три минуты это все происходило. Полиция стояла в стороне, ничего не припринимала, смотрела, наблюдала просто. Дала им спокойно скрыться с этого места. Машины побили. У меня предположение, что это просто нам препятствует нашей работе, нашей деятельности, чтобы фуры с перегрузом какие. Я думаю, что здесь коррупционные схемы. Это специально сделали для того, чтобы мы здесь поняли, что мы здесь мешаем им работать. В результате стрельбы трое мужчин получили повреждения. Один из них от госпитализации отказался, другой был доставлен в областную больницу. Третий пострадавший находится в нейрохирургическом отделении городской больницы. Вчера в 23.35 доставлены трое пострадавших в приемное отделение. Все пострадавшие осмотрены консилиумом врачей хирурга, нейрохирурга, травматолога. Больным оказана первая медицинская помощь и квалифицированная помощь. Третий пострадавший с ранами на нижней конечности, правой нижней конечности и черепно-мозговой травмой находится у нас в нейрохирургии. Ему также оказана помощь, раны обработаны. На данный момент он лечится консервативно в нейрохирургическом отделении. Состояние больного стабильное, но нуждается в дальнейшем лечении. Колонна автомобилей нападавших попала в объективы камер видеонаблюдения. По словам активистки, опубликовавшей видео, 17 апреля она обнаружила те самые авто возле Малиновского райсуда Одессы. Очевидцы также утверждают, что в разгар конфликта полицейские, находящиеся на посту, никак не реагировали на происходящее. По факту бездействия патрульных будет проведена служебная проверка. Полиция уже начала уголовное производство. Задержаны двое подозреваемых в стрельбе. Ведется следствие. На месте находились четыре представителя Укртрансбезопасности, двое патрульных и активисты Украинского транспортного союза. Последние получили травмы. Начальник областной госслужбы предполагает, что нападение было связано со схемами на весовом комплексе. Я работаю тут четыре месяца. За четыре месяца постоянно мы наводим лад на перевезение габаритно-ваговых комплексов, где не допускаем перегрузки, кому-то это заважает. Были чисто технические вопросы, не працювали основные ваги службы автомобильных дорог. Мы были уменьшены поставить наши габаритно-ваговых комплексы, для того, чтобы не было проезда перегруза машин. Это что я могу вам сказать. Советник начальника областной полиции Руслан Форостяк в свою очередь связывает погром с борьбой за контроль над теневыми схемами на весовом комплексе между Автодором и Укртрансбезопасностью. По версии источников прокуратуре, конфликт вспыхнул именно между представителями начальника областной Укртрансбезопасности и его заместителя.